привет ребятушки хочу вам показать сегодня свои домашние эксперименты начала готовить закваску начала проращивать семена в общем три дня прошло посмотрим что из этого получится пока просыпаюсь собираюсь на прогулку сегодня надо забежать до луи джина сегодня четверг у нас воскресенье у нас католическая пасха не знаю ехать ли в магазин завтра или поехать сегодня но сейчас сбегаю своему соседу все спрашивают кто такой луи джина сосед сосед он сидит безвылазно дома машина все-таки у меня надо кстати немножко еще и машину помыть вот и поеду на закупку либо сегодня либо завтра это это мы еще посмотрим поэтому посмотрите на мои конные эксперименты приятного просмотра если есть подсказки подсказывайте что я делаю неправильно пока наше тесто будет подходить вторую часть из пачечки дрожжей видите я просто добавила немножко сахара и поставила чтобы проверить как у нас духовка духовка шпарит хорошо хочу сделать мадре левита но немножко заражены у меня нет просто ржаной муки поэтому налила немножко водички сейчас сюда выливаю эти дрожжи для начала вы смотрите как они хорошо пошли сейчас их вылив и добавлю туда ложку муки еще у меня есть пшеничные отруби для полнотые удовольствия так вот пучок и вот такое количество оставлю при комнатной температуре и каждый день буду подкармливать слабым раствором воды с мукой пусть на всякий случай будет на кто-то пицца захочет кто-то еще чего-то это я про себя может алена захочет посмотрим научились уже пиццу делать без дрожжей но дрожжи мало ли в хозяйстве выбросить всегда успеем а так глядишь и пригодится все пусть вот это вот наша кажется сейчас ее накрою какой-то марлечкой и пускай стоит до завтра закваска вчера когда ее поставила она так поднялась до пол баночки и потом осела пахнет небольшие такие бульбашки в ней сейчас мы ее покормим она конечно у меня жидковатая но не хочу загущать чтобы легче было бродить запах пока приятный поэтому держу истерический момент начинаем эксперимент семена очищены понятно где они развалины там проростков не будет но хочу попробовать вдруг получится в пищу добавить проросшие семена как вам такая идея ладно сейчас зальем тепленькой водичкой а еще два вела гречку лоточек от яиц тепленькой водичкой тоже даже много воды все отсеялись будем ждать пускоды ребята второй день представляете смотрите видно да клюкнули наши семечки конечно те которые развалины они там и валяются а гречка гречка разбухла пока не клюкнула но она выпила всю воду сейчас добавлю чуть-чуть водички что в семечках капличка воды есть а вот гречки сейчас добавим так буквально на донышке ну что ты там нет она только разбухла будем ждать завтрашнего дня так что тут у нас наши зайчики посмотрите какие уже проростки так семена тыквы у нас так и не клюкнули только семена подсолнуха ну и то это уже достижение знаете клюкнули голые семена подсолнуха я думала они испорченные какие-то ну в смысле после обработки они прорастают а вот с гречкой конечно гречку я выброшу третий день стоит разбухла и ни фига не растет может она была пропаренная наверное наверное ее уже сварили до меня ну а вот эту семечку сейчас попробую это зернышко вы знаете если такое зернышко положить в салат то это будет очень даже вкусно посмотрим на нашу закваску так не воняет сейчас мы ее расколдобасим пузырьки в ней есть значит она работает это уже хорошо сейчас я ее покормлю сама кофе попью я конечно печь хлеб не собираюсь я хлеб не ем у меня еще морозилка хлеба месяц как сидим на карантине надо наверное хлеб высушить вот панировочные сухари я поем кстати надо сделать очень вкусные котлетки из цукини так вот пахнет приятно знаете чем пахнет когда-то нам в садике давали питьевые дрожжи вот это так пахнет эта закваска интересно а как их делать эти питьевые дрожжи надо посмотреть рецепт ой какие они были вкусные так ну оставляем это третий день у нас сегодня да пусть она работает вчера мой сильвию не выдержал моих игноров и позвонил мне ты что говорит чат не читала я говорю читала сильвию читала ну Лиль ты только не переживай Лиль а я говорю так Сильвию я же не переживаю я говорю я переживаю по поводу того что я говорю почти на три килограмма поправилась вот это я за это переживаю больше я говорю сидим дома жрать нечего люди жалуются денег нет а мы поправляемся как такое может быть а он мне говорит представляешь я говорит сделал шесть пицц позавчера и четыре говорит съел сам отец у него кушает мало я говорю ну ты дал я говорю ну ты дал я говорю ты был на работе то надо поехать я говорю тоже дней десять не было я говорю шо 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 ты это самое чудачишь а вдруг холодильник отключился вдруг все пропадет он говорит боже сколько я всего по выбрасывал в другом баре апельсины выбросил там салаты я не мог людям раздать я говорю так что я переживаю за то что я раскабанела блин и скоро не в одни штаны не влезу так что выпиваем кофеевки пошли в лес ой как хорошо погодка супер ничего не шелохнется знаете я уже сплю с открытыми окнами здесь окно открыто в комнате окно открыто в 5.30 утра птицы поют красота сейчас я вам покажу спрашиваете по какой дорожке покажу вам с окна понятно что я могу по этой ступеньке в лес подняться и подняться по этой дорожке но я хожу вокруг я обхожу этот квартал по дороге и мы вот там вот видите на горке лес это я хожу туда в лес наверху желтые домики маленькие маленькие такие вот это аж туда я дохожу а то и дальше вот так вот видите какая у нас сегодня чудесная погода еще рано в 8 часов утра сегодня будет где-то до 22 градусов так что сейчас сделаю легкую зарядку сосед у меня уже возле гаража ковыряется это он нам исправил кстати замок ковыряется целый день такой работяга мужик молодец когда нам в лице снег он первый за лопату все здесь очищает где-то наверное чуть моложе меня приятный такой дядька и жена у него такая симпатичная женщина ну все поскакали увидимся в следующий раз спасибо спасибо спасибо